Всем привет! Это видео о ремонте в студии 17 квадратных метров. Сегодня я вам расскажу о том, какое количество денег мы потратили, расскажу о том, что мы приобретали для ремонта и о том, как мы вообще его делали. Итак, давайте начнем с ванной. На ванную комнату мы потратили 34 700 рублей. Итак, 13 000 это была плитка и клей. Еще 13 000 мы потратили на ванную, туалет, на смеситель и душевой набор. 3800 рублей у нас ушло на вытяжку, плюс 4000 это была грунтовка, клей и саморезы. Также 900 рублей мы потратили на профиль, потому что в ванной мы делали коров. Итак, переходим к черновой отделке. На черновую отделку у нас ушло всего лишь 15 000 рублей. Из них 10 000 это стяжка пола, 1000 рублей ушло на шпаклевку. 2000 рублей мы потратили на штукатурку, бетонный контакт и маячковый профиль, потому что пол мы заливали и выравнивали по маячкам. На комнату у нас ушло 56 000 рублей. Из них самая дорогая покупка это был шкаф на заказ, который обошелся нам в стоимость 24 500. Далее 2000 рублей мы потратили на откосы и подоконнику. 7 500 рублей у нас ушло на линолеум и плинтус. 2000 рублей это обои. 5000 рублей это дверь в ванную комнату. Она обошлась нам в 5000 рублей. Это вместе с установкой и с доставкой. 8 000 натяжной потолок. 5000 рублей на светильники для потолка и плюс 2000 на розетки. Итог. В итоге на наших 17 квадратных метров мы потратили 105 700 рублей. Сумма небольшая для ремонта, вполне себе адекватная, как я думаю, и можно сделать гораздо дороже, да? Не правда ли? Но не будем забывать то, что у нас еще не поставлена кухня и некоторые недоделки есть в ванной. Еще хочу заметить то, что мы никого не нанимали, за исключением сантехника. И мужчина приходил к нам, который натягивал натяжной потолок, но они натягивали вместе с папой. Всю оставшуюся работу делал папа. Конечно же, он был не один, и мы, по возможности, приезжали и помогали. В дальнее видео вы можете посмотреть, как продвигается наш ремонт, и я сниму вам небольшую экскурсию о нашей квартире. Ладно, не буду вас задерживать. Приятного вам просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте изначально я покажу вам нашу ванную комнату. Здесь у нас справа получается ванная, туалет. Здесь еще будет стиральная машинка и раковина. Вот здесь у нас идет короб, про который я говорила. И вот здесь у нас люк для счетчиков и для трубок. Так, что еще? Ну, в принципе, вот все. Про недоделки, которые я говорила, это экран. Мы его уже купили, его осталось только присоединить. И вот здесь вот получается замазать ванную, чтобы ничего не протекало. Дверь у нас тоже чуть-чуть не доделана. Мы изначально, когда заказывали дверь, не измерили вот эту толщину, получается, и не купили наличники. Вот. С той стороны нам все установили, а здесь еще остается добор и наличник вот сюда. Итак, продолжим наш обзор. Тут у нас входная дверь. И сразу же располагается тут шкаф. Я не знаю, как вам его полностью заснять. Ну, в общем, вот такой вот у нас шкаф в коридоре. Вот он получается снизу и до самого потолка практически. Мы не стали делать прямо до потолка, потому что изначально мы закладные не поставили. А потом, когда приехали замерять этот шкаф, то получается так, если бы мы сделали до самого верха, то эта дверь бы скребала светильники. А сейчас все вот так вот, в принципе, хорошо мы достаем. Из коридора мы попадаем сразу в нашу комнату. Здесь у нас диван, который никогда не заправляется. Диван это временный. Скоро он должен быть новенький. Сразу поворачиваем. Здесь у нас столик. Готовится еда. И компьютер. На этом углу планируется типа маленькая кухонька. Но пока что мы не нашли подходящую. Вот так вот.